Темпы и объемы строительства в Самарской области одни из самых высоких в России. С начала года ввели в эксплуатацию более 900 тысяч квадратных метров жилья. Достигнуть этого было бы невозможно без высококвалифицированных специалистов, которые продолжают всесторонне развивать отрасль. Об их успехах принято говорить по факту. Введенный в эксплуатацию дом, спортивный объект или учреждение образования, новая поликлиника и отремонтированная дорога, ведущая в медучреждение. Появление этих объектов – заслуга строителей. Свой профессиональный праздник в 2023 году представители сферы отмечают 13 августа. Среди профессионалов много тех людей, кто уже десятки лет трудится на благо родного региона. В преддверии праздника выдающиеся специалисты получили звание заслуженного строителя Самарской области. Почетный знак губернатора за служение людям и благодарственные грамоты. Для развития отрасли эти люди внедряют новые технологии, оптимизируют производство. Важность их труда в доказательствах не нуждается. На сегодняшний день строительство дорог стало на порядок выше, качественней. Вы видите ровность дорог, вы видите, какие покрытия, какие механизмы используются. Поэтому, особенно в этом секторе строительном, строительство дорожное, оно очень развивается динамично. И самое главное, что там очень высокий уровень механизации. Прямо сейчас специалисты строительной сферы Самарской области вносят большой вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе. В городе Побрасиме-Снежном воссоздают транспортную инфраструктуру, возводят и ремонтируют жилье, обслуживают учреждения здравоохранения и образования. Делали капремонт поликлиники, сейчас больницу тоже капремонт производят. Ну, работает тяжело, но интересно. Люди положительные к этому относятся, то есть они рады, что мы приехали, то есть там дороги восстановили, больницы восстановили, школу восстановили, то есть там приводится все в российские нормы. За несколько лет в Самаре и области появились десятки больниц и поликлиник, школ и спорт объектов. Отремонтированы сотни километров дорог. Помогают в этом и профильные национальные проекты, инициированные президентом Владимиром Путиным. Специалисты отрасли продолжают воплощать в жизни амбициозные планы. Сейчас в центре внимания строительство новой станции «Театральная» в Самаре и возведение Климовского моста. Он станет частью международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Реализуют проекты при поддержке главы региона Дмитрия Азарова. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.